МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И все-таки тарифы повысят. О новогоднем подарке от депутатов городского совета расскажет Светлана Семиренко. Северский поселок Сотниково превращается в зону отчуждения. Кто-то из чиновников должен за это ответить. Подробнее в материале Артемия Жакова. Допросили по делу Юрия Власко, что в свое оправдание сказали обвиняемые в убийстве. Из зала суда расскажет Енина Немаева. Воровство плюс безразличие. Чему равно? На примере одного школьного преступления узнал дежурный по городу. Ну и начнем с повышения тарифов. Неизбежное зло. Депутаты горсовета утвердили новую стоимость холодной воды и канализации. Ради этого сегодня даже провели внеочередную сессию. Чем оправдывают рост цен и сколько теперь мы будем платить? Обо всем по порядку. Светлана Семиренко. Более тысячи километров сетей и все изношены. Эту причину в мэрии называют главной для повышения тарифа. Поднять хотят дважды в январе и в июле. Таким образом, водоканал получит 40 миллионов рублей в следующем году. Все деньги пустят даже не на капитальный, а на текущий ремонт. Рост тарифа будет на одного человека, семья, которая пользуется водосчетчиком. Это 25 рублей в месяц. Ну, соответственно, если семья из трех человек, это 75 рублей в месяц. Это цена вопроса, цена спасения предприятия. Вопрос какого? Сейчас под именем водоканала числятся два юрлица – МУП и ОАО. Акционерное общество – банкрот, но в его собственности и находятся почти все сети города. Муниципальный водоканал их лишь арендует и ремонтирует за наш с вами счет. Мы аварийные ремонты проводим, мы все равно следим за ними, но мы не можем разработать план. И с бюджетом мы не можем финансировать, так как это чужие сети. А чтобы они стали вновь городскими, нужно 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Востолько сегодня их оценивает конкурсный управляющий. Абсурд, но мэрии придется не только выкупить некогда муниципальное имущество, но и погасить долги банкрота перед кредиторами. А это еще 500 миллионов рублей. Придется городу при помощи федеральных или республиканских органов власти выкупать обратно эти сети. Вот до чего доведена сейчас абсурдная ситуация. Давайте мухи отдельно, да? И котлеты отдельно. Я не знаю, что вам ближе. Конечно, хотелось бы котлет, но достаются они, как правило, чиновникам, а народу остаются только мухи. Впрочем, в мэрии уверены, сети городу отдадут бесплатно после очередных несостоявшихся торгов. А если нет, деньги снова будут искать в карманах жителей? Светлана Сибиренко, Батр Халматов, телекомпания «Орегус». Уголовным делом против чиновников обернулась история с домами для сирот в Сотниково. Следственный комитет России заинтересовался работой Минстроя Республики при проведении конкурса на строительство социального жилья. Подробнее Артемий Ушаков. По сути, бараки с зачатками благоустройства. На бумагах у чиновников Минстроя полноценные дома. На возведение каждого из федерального бюджета потратили около 2 миллионов 800 тысяч рублей. Для сравнения, это рыночная стоимость добротного двухэтажного дома в черте города. Двери у нас все во льду, все сломанные, плесень, конденсат постоянный, холодно. Об этом сироты кричат три года. Непригодным жилье называют эксперты. А в Минструе твердят, хоромы. Сами бы жили, да сирот решили осчастливить. У нас очень много проблем. То, что дома реально непригодны для жилья. Мы мучаемся тут, дети мучаются. Очень много семей молодых с детьми маленькими. И мы вынуждены были подать заявление в следственный комитет. Чем сейчас... Ну, то, что нами сейчас конкретно занялись. Нас вроде как будто бы услышали, вызвали. Мы подали заявление в Москву, дошло до Москвы, потому что наши не шевелятся. Жалобы сирот поддержали в Государственной Думе. На нарушения при строительстве и там неоднократно указывали местным чиновникам. Фактически органы государственной власти вместо того, чтобы купить готовое жилье для сирот, фактически спонсировали строительство данного жилья. И вместо положенных 31 тысячи рублей на квадратный метр в этом жилье, они затратили гораздо меньше. Поэтому мы составили заявление на имя председателя Следственного комитета России Бастрыкина. И вдруг то, чего не замечали раньше, оказалась основной версией следствия. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пока точно не могут назвать имя подозреваемого, но точно знают. Кто-то в правительстве превысил должностные полномочия. Акты приемки указанных жилых помещений, непригодных для проживания, были подписаны должностными лицами Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия. После чего социально незащищенные граждане, числа детей-сирот, которым по закону полагается вообще-то благоустроенное жилье, вынуждены были жить в таких фактически невыносимых условиях. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление должностных лиц, причастных к совершению преступлений. Всего за счет федерального бюджета в Сотниково построили 254 квартиры. Они обошлись казне в 170 миллионов рублей. Экспертизу сделали только по пяти жилым помещениям. Если виновного в Минстрое найдут, следующие четыре года он может провести в колонии. А оставшиеся владельцы социального жилья также смогут требовать предоставления нормальных квартир. Артемий Шаков, Виктор Гафонов, телекомпания «Оригус». Об убийстве из уст обвиняемых в Верховном суде прошло слушание по делу Юрия Власко. Как оказались на Байкале, почему наносили удары и за что убили известного спортсмена. Ответы на эти вопросы выслушала Енина Немаева. Мункуев, Бадмаев и Санжиев. Их обвиняют в смерти 19-летнего спортсмена Юрия Власко. В ночь на 29 июля 2017 года они участвовали в массовой драке на Байкале. Там известный борец получил смертельное ранение. В понедельник, в текущей неделе, к нему должен был явиться защитник Покещук. А ввиду того, что он заболел, попал в военный госпиталь, Санжиев не имел такой возможности. Позиция со вторым защитником не согласована. Поэтому на сегодняшний день мы не готовы дать показания. Полторы недели? Ну, это вопрос, конечно, по существу. Но ввиду форс-мажорных обстоятельств, а именно того... Когда они наступили в форс-мажорную? Ну, в понедельник. Если понимаете, что согласовать позитивно с двумя адвокатами сразу, как я же не могу же, как ли вы терапию щупы делать. А теперь, Санжиев, я просто вас спрашиваю, вы будете давать показания или нет? Сегодня нет. На сегодняшний день Санжиев отказался от дачи показаний. Давайте перейдем к допросам следующих подсудимых. В случае отказа перейдем к исследованию доказательств заявленных и разрешению заявленных в ходатайстве. Если такие отрубствуют, соответственно, будем уже ставить вопрос к окончании, наверное, судебного следствия и принимать не стоять на месте. Но я прошу все-таки продолжить судебное заседание. В итоге в зале суда показания Санжиева не заслушали, а зачитали, да и то предварительное. Как оказалось, свое орудие преступления он случайно нашел на Байкале. И этой арматурой по голове спортсмена он также бил случайно. Кто стрелял из пистолета в нескольких шагах от него, он не знает. Хотя, в принципе, с таким персонажем, как Джексон или Евгений Бадмаев, он знаком. Бадмаев, Мункуев и Санжиев. Их орудие преступления – пистолет, нож и арматура. Они так и не признали вину. С момента убийства известного спортсмена прошло уже почти полтора года. Похоже, задержанные всячески затягивают процесс. Следующее заседание назначено на 18 декабря. Енина Немаева, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус». За делом по убийству Юрия Власко мы следим уже год. Наш корреспондент Енина Немаева сняла фильм, посвященный жизни известного спортсмена. Посмотреть его можно сегодня на телеканале «Аригус-24», начало в 22.30. Продолжаем. В Улан-Удэ объявили вознаграждение за помощь в поимке насильника. За ценную информацию готовы заплатить полмиллиона рублей. Одного из преступников ищет уже два с половиной года. Он нападал на женщин в Октябрьском районе, бил тяжелым предметом по голове и пытался изнасиловать. Двум жертвам удалось привлечь внимание прохожих и испугнуть маньяка. Генетическая экспертиза подтвердила, действовал один и тот же человек. Есть его фоторобот. Следствие полагает, что это мужчина 25-30 лет, высокого роста, худощавого телосложения, предположительно азиатской внешности, вероятно, левша. Был одет в пуховик светло-коричневого цвета с капюшоном. После трех случаев нападения прекратились. Возможно, преступник уже не в городе, но мог и затаиться. Не прекращаются поиски еще одного маньяка. Он тоже орудовал в 2016-м, но в железнодорожном районе. Изнасиловал четырех женщин. Проникал к ним в дома через незапертую дверь или открытые окна. Следователи разыскивают мужчину европейской внешности. На вид ему около 25 лет, рост около 175-185 сантиметров худощавого телосложения. Всех, кому известно хоть что-то о подозреваемых, просят позвонить в полицию по номерам 02-3501-11, 35-19-32. За ценные сведения гарантируют вознаграждение до 500 тысяч рублей при сохранении полной анонимности. Движемся дальше и смотрите во второй части выпуска. На чем экономят управляющие компании и как, оказывается, можно сделать жизнь в квартирах еще комфортнее, выяснял Сергей Соголов. Полезные домашние питомцы. Их тут, наверное, сотни три. Кого разводит семья Вулан-Удэ? Подробности в материале Кристина Сосниной. Новая номинация премии «Крустальный валенок». Кто стал победителем в сфере рекламы? Смотрите в сюжете. Союна Бухаева. Задымление в 42-й школе. Сигнал о ЧП поступил спасателям сегодня утром. На место выехали пожарные и скорая помощь. Эвакуировать, однако, никого не пришлось. Инцидент произошел в 6.45 до того, как дети пришли на занятия. Сторож заметил дым из подвала. Там не было открытого возгорания. Просто пошло задымление в связи с тем, что короткое замыкание произошло. В связи с тем, что свет был отключен, занятия в первой смене были отменены. А вторая смена сведущейся будет? Ну, скорее всего, нет, потому что столовая-то тоже не работает. Мы отучимся в субботу в следующую. Занятия будут восстановлены. Специалисты сейчас выясняют, что стало причиной короткого замыкания. Этим летом школа прошла проверку пожарной безопасности и была признана соответствующей всем необходимым требованиям. Школа как место преступления. В одном из учебных заведений во время дополнительных занятий совершена кража. Ситуацией разбирался дежурный по городу. Представьте ситуацию. Отправляете вы ребенка в школу на дополнительные занятия. А он звонит вам вечером и сообщает, остался без телефона и без денег, чтобы вернуться домой. В такой ситуации оказалась наша героиня. Сыну Эржены 11. Второй год он посещает секцию каратэ. Занятия проходят в школе номер 8. В общем, здесь выходные и произошла кража. Тренер мне не позвонил, не сообщил, что случилось. В общем, поискали, поискали. Тем более тренер знал. Он подошел сразу к нему и поискали. И он сказал, ну ладно, ищите и пошел домой. Как стало известно, это преступление в школе не первое. По данным полиции, только за месяц у детей украли один школьный рюкзак и еще три мобильных телефона. О том, что именно смартфоны пропадают чаще всего, информация на специальной правовой доске. Вот здесь, кстати, выделено это красным цветом. Но это всего лишь бумажка. Хочется уже каких-то конкретных дел. Я охрана. В школе за месяц украли три телефона и один школьный рюкзак. Почему мер никаких не принято? Без комментариев. Мы с вами какие-то беседы проводили, чтобы следить за этим. Но вы же все-таки охрана. Ну и что? Дети сами оставляют телефоны, где попало. Тренер у нас приходящий действительно. До этого всегда не было никаких вопросов. Сейчас будем, конечно, данный вопрос на контроле. Полиция разбирается и мы тоже. Он мне не сказал о том, что он оставил ребенка без денег, без всего. Я его вызвала и мы сейчас этот вопрос отработаем. А что же тренер? По телефону объясняет. Мальчик сам обещал позвонить родителям. Вопрос, почему это не проконтролировал педагог, а вместо этого просто ушел, оставляет без комментариев. Мол, взрослые уже дети. Напомню, ребенку всего 11 лет. Произошедшее в школе обещают разобрать детально. Однако возмущает не сколько сам факт кражи телефона, а сколько бездействия взрослых. Как разрешится эта ситуация, обязательно узнаем. А если вы столкнулись с проблемами и не в силах решать их самостоятельно, звоните дежурному по городу. Разберемся вместе. Мария Краськова, Борис Гиренов, телекомпания «Аригус». И по следам дежурного по городу добились правды. Жителям одного из домов удалось доказать, что Читай-Энерго выставляет необоснованно завышенные счета на ОДН. Но для этого людям пришлось пройти через 12 судебных заседаний. 10, 20, 30. Счета на десятки тысяч по ОДН получили жители домов по улице Шмидта еще осенью. Со своей проблемой обратились к дежурному по городу. Тогда в Читай-Энерго развели руками. На помощь пришел юрист. По суду нам удалось добиться того, что в действительности у нас не счетчик установлен незаконный. То есть начисление по нему производить нельзя. То есть у нас имеется переплата по данному нашему счету. В действительности этот счетчик и вообще устанавливать сюда возможно и нельзя было, потому что проводка здесь как бы нуждается в ремонте, и скрутки, и все, и потери большие. Таких аргументов оказалось много. А суд усомнился и в подлинности некоторых документов. Они предоставили якобы акты разграничения балансовой принадлежности сторон эксплуатационной ответственности, акты допуска прибора учета в эксплуатацию, а также якобы акт обследования. Но никаких документов, оригиналов они не предоставили. Если мы рассмотрим внимательно эти акты, увидим, что в них расписалось ненадлежащее лицо, некая управляющая организация УК ЖУ-2, которая не содержала этих домов по Шмидта. Пока удалось отстоять интересы жителей одной квартиры, но в таком состоянии по улице Шмидта еще 11 домов. Ольга Арсенукаева, Борис Бальчинов, телекомпания «Оригус». Далее. Оказывается, на горячей воде и отоплении можно сэкономить до 15%. На одном многоквартирном доме более 300 тысяч рублей за год. И это не очередная акция. Кто или что мешает сохранить деньги улан-уденцев, выясняла наша съемочная группа. Вот смесительный клапан трехходовой. Осуществляет подготовку горячей воды на нужды горячего водоснабжения жилого дома. Проще говоря, этот клапан автоматически смешивает горячую воду с холодной. В дома заходит она с температурой около 90 градусов, при смешении остывает до 60. Это оптимально и, главное, безопасно. Такие клапаны обязали поставить во все дома города, но управляющие компании не спешат исполнять предписания. На мой взгляд, не все жилы сегодня готовы профинансировать тот объем работ, который необходим для установки этого клапана. Поэтому им дано определенное время на выполнение соответствующего вида работы. Цена вопроса в среднем 30 тысяч рублей. Управляющая организация «Жилищный участок номер один» – одна из немногих занялась установкой нового прибора. Регулятор температуры экономит гигакалории, то есть экономит тепловую мощность, которая идет по линии горячего водоснабжения. Экономия доходит до 15%, особенно в ночное время, когда регулятор температуры работает, а расхода в этот момент на жилом доме нет. В среднем в месяц четырехподъездный пятиэтажный дом потребляет 100 гигакалорий. Одна стоит около 1900 рублей. Путем несложных вычислений видим. В месяц можно сэкономить 28,5 тысяч, а за год уже 342. Ведение «Жилищного участка номер один» – 60 домов. Пока на установку прибора согласили собственники пяти. В раздумьях еще более двух тысяч домов по Улан-Удэ. Во многих игнорируют не только предписания теплоэнергетиков, но и не соблюдают элементарных правил, а это потери. За халатность коммунальщиков приходится расплачиваться потребителям. Сергей Соголов, Батархалматов, телекомпания «Орегус». Вместо мусора – плодородная почва. Улан-Удэнко занялась переработкой земли прямо дома. Помогают ей в этом необычные питомцы. Кто именно, расскажет наш корреспондент. Как творог такой. Плодородная почва собственного производства. Это результат трудолюбия домашних питомцев Ольги. По профессии менеджер в душе эколог. Дома в ведрах разводит. Здесь живут мои домашние животные. Под названием калифорнийцы. Я их кормлю пищевыми отходами. Еще картон они любят. Сейчас я вам покажу их. Черви Ольги дома появились 7 лет назад. Пол ведра купила за 6 тысяч рублей. С тех пор популяция домашних питомцев заметно выросла. Со счета сбилось после 3 тысяч. В хозяйстве уже три вида. Калифорнийские, старатели и компостные. На вид эти черви от наших земляных обычных согородов не отличаются ничем. Однако, к примеру, калифорнийские перезимовать в наши зимы не смогут. Но они намного трудолюбивее и перерабатывают гораздо больше органики. И делают все это быстрее. Они безвредны для растений. Всего два червя в компостной яме за лето способны размножиться и переработать отходы в перегной. Едят только органику, очистки от фруктов и овощей. Им нельзя разве что зеленую картошку, помидоры, лук и цитрусовые. Ну, вроде покрупнее. Наверное, каждый рыбак сейчас просто всплакнул, смотря на этих червячков. Простите, пожалуйста, знаю, как вы к ним относитесь трепетно. Я принципиально никому не даю червяков на корм. Просили, да? Ну, муж предлагал, давай рыбакам будем продавать. Нет ни за что на свете. Наибольшая польза все же в земледелии. С такими старателями Ольга навоз и землю не покупает. Весь перегной в хозяйстве – работа червей. А выращенные на такой почве овощи хранятся в три раза дольше. Это так называемый верми-чай. Она такая коричневая. Это суперполезная штука для полива растений. Вот можно, допустим, в леечку вылить, в эту банку. Не пить? Нет, конечно. Это полезно для растений. И полить помидорки, цветочки. В планах купить еще один вид дождевого червя. Накопленным опытом и подопечными Ольга готова делиться. Но только на благо экологии. Кристина Соснина, Виктор Горновской, телекомпания «Орегус». Делиться знаниями, а также знакомить горожан со своими необычными питомцами Ольга будет уже в эту субботу в рамках экологической школы. Мероприятие пройдет в Музее истории города. Жителям расскажут об органических удобрениях и о том, как правильно обращаться с мусором. Тема раздельного сбора отходов. Потом, значит, ноль отходов. Бытовую химию тоже, как бы, оговариваем, что какая вредная, какая безопасная. По питанию тоже. Какие продукты, где выбирать, в каких магазинах наших. И по органическому земледелию. Можем производить намного меньше отходов, чем сейчас получается, как бы, в данный момент. Если просто какие-то привычки поменять. Какие мы как раз это рассказываем. Экологические уроки будут проводить по субботам с трех часов дня в Музее истории города на протяжении месяца. Вход бесплатный. «Хрустальный валенок» состоялся. Известная премия в очередной раз выявила лучших в Бурятии в сфере пиар и рекламы. Конкурс проводится уже одиннадцатый год подряд и медиахолдинг «Аригус» вновь в числе победителей. Саина Бухаева продолжит. Меня зовут Бадмажап. И его зовут Дугаршап. Рекламный ролик про пафосного Бадмажапа в сети набрал более ста тысяч просмотров. Минутный клип крутили и в телеэфирах. Нестандартный подход к рекламе с каждым годом набирает популярность. И сегодня интернет-пользователи отдали свои голоса именно за такую рекламу. Большая мотивация работать лучше, качественнее и оригинальнее. Самой многочисленной по заявкам стала номинация «Лучший пресс-секретарь». Выбирали и 70 претендентов. В этом году награду завоевал Следственный комитет. Дмитрий Столяров стал уже пятикратным победителем «Валенка». Сомнения были, но пора бы привыкнуть уже к тому, что я побеждаю в этих конкурсах. Лучшим телеканалом по итогам онлайн-голосования стал «Аригус». За телекомпанию проголосовали 64% зрителей. Выбирали из шести номинантов. В число финалистов вошло и наше сетевое издание «Аригус онлайн». А вот сложнее всего пришлось слушателям. 18 радиостанций боролись за победу. В голосовании приняли участие свыше полутора тысяч человек. И каждый четвертый отдал свой голос за радио «Сибирь-Байкал». В новой номинации «Инстаблогер» выбирали аккаунты, где свыше 5000 подписчиков. Из 47 блогеров в финал прошли 13. Все-таки решили проверить, у какого инстаблогера наиболее лояльная аудитория. Это мало ли просто лайкнуть, а сложнее намного перейти на другой сайт и проголосовать за своего блогера. Активность проявили подписчики фотографа Марка Агнора. Так, блог о жизни и фотографии стал лучшим в номинации «Инстапрофи». У меня нет рекламных постов. Это только сториз. Это то, что актуально только одни сутки. Поэтому я смотрю по просмотрам. 3-4 тысячи просмотров – это хорошо. В следующем году обещает номинации будет больше. Вернут в голосование строку «Открытый политик». Народный хурал в новом составе пока оценивать рано. Всего на конкурс поступило около 500 заявок. Из них выбрали 15 победителей. Саюна Бухаева, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус». И на этом у меня все. Впереди полезная информация о рубрике «Сфера интересов». За новостями заходите на наш сайт. Адрес знаете. Оригус.тв. Оставайтесь с нами. До свидания. БРТ. Почувствовать тепло, мягкого золота, роскошь мехового прикосновения и радоваться отражению в зеркале. Шуба из натурального меха не всегда значит дорого. На выставке «Меховщик» в торговом центре форума приготовили специальные предложения. Смотрите, вот такая универсальная модель из меха «Норки» может стать вашей всего за 79 тысяч 900 рублей. Шубы из мутона обойдутся и вовсе в 15 тысяч 800 рублей. Много и вновь актуальных дубленок. Их цена начинается от 39 тысяч 900 рублей. Решила сделать себе на Новый год подарок. Приобрела вот такую вот шубку всего за 79 900. Осталась довольна. Ну вот шубку выбрали родственницы. Разнообразие и меха, и цвета. Все есть. Очень хорошо. Насыщенная цветовая палитра, разнообразие моделей и проверенное качество. Здесь шубы от российских мастеров, которые знают, как важно зимой быть в тепле и что зимняя обновка должна радовать не один сезон. Меховщик в торговом центре форум. Скидки до 20%, специальные предложения, возможность оформить покупку в кредит без переплаты и действительно много изделий из меха. Подготовка главной ночи в году выходит на финишную прямую. Декабрь, время составления новогоднего меню, покупки подарков, планирование каникул. Сколько стоит Новый год для улан-уденцев? В этом году что-то дорого к новому году готовится. Вместе с подарками, ну, 1015 самое малое. Очень дорого получается праздновать. Не больше тысяч, наверное, 15-10. В это время перевыполненный план по расходам не редкость. Для тех, кто строит особенные планы, специальные предложения от Сбербанка. На Новый год принято дарить подарки. По многолетней традиции их подготовил и Сбербанк. Только до 31 января 2019 года снижены процентные ставки по потребительским кредитам и увеличен максимальный срок. Перед Новым годом у меня есть определенные планы. И они довольно-таки затратные. Пришел Сбербанк за кредитом, процентная ставка оказалась ниже, платеж меньше. Приятно. Декабрь – особенное время. Время дарить подарки и получать их. Специальные предложения уже ждут вас в Сбербанке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова